Милеев Александр, директор консалтинговой компании или консул, люди консультируют. Наша компания на рынке российском уже 13 лет. Направление управленческого консалтинга, кадрового, тренинги, семинары, коучинг. И вот последний год мы достаточно активно развиваем, популяризируем, внедряем инструменты цифровой экономики. Я думаю, что здесь, наверное, уже не только знают, а скорее всего, наверное, имеют где-то уже в качестве инвестиционных инструментов какие-либо токены, криптовалюты. Но для большинства людей это слова не только непонятные, но чаще всего вызывающие тревогу. Жаль, конечно, я надеюсь, что этот тренд, как минимум среди людей, которые приходят на наши вебинары, он будет развивающийся. То есть люди захотят не только узнать, что это такое, но и научатся пользоваться этими новыми инструментами, которые предназначены и придуманы именно для того, чтобы облегчить нашу жизнь. Я сам выпускник аж трех специальностей. У меня есть и гуманитарно-экономическая, и такой широкий кругозор не заканчивается. То есть меня самого очень сильно интересует тема инвестиций, финансовых инструментов. И так как у меня за плечами уже 17 лет проведения различных мероприятий, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров, и это в нескольких городах и в нескольких странах происходило и происходит, то я стараюсь развиваться, естественно, и самостоятельно изучать и посещать какие-то мероприятия сам, а не только проводить. Вот тема как раз инвестиций, тема новых инструментов или просто высокодоходных инструментов, она меня волновала и волнует. И я больше чем уверен, что и здесь собравшиеся, и ваше окружение точно так же интересуются этой темой. Как сохранить деньги? И второй вопрос, когда ты их сохраняешь, а как сделать так, чтобы они приумножились? Как-то так вот взяли и выросли в своем количестве и цене. Так вот, по сути, наш вебинар будет посвящен как раз тому, а что можно вообще обсуждать или что может быть даже следует обсуждать с вашим окружением, и только после того, как вы видите явный интерес, имеет смысл делать предложение. Понятно, что раз вы здесь, то вы уже в курсе, и практически 90% здесь сегодня присутствующих люди уже для себя решения окончательно принявшие. Но есть нюансы, о которых мы часто забываем. Как только мы игнорируем контакт с человеком, как только мы игнорируем сначала выявить его потребности, чтобы он о ней сам рассказал, то презентация до вот этих двух важных шагов, она может вызывать, ну, если не махать руками начинает, или говорить, да все-все-все, то в лучшем случае человек молчит, улыбается, но нам это никаким образом, пользы никакой не дает, и его в том числе. Поэтому мое предложение, что когда вы со своими знакомыми, незнакомыми, по интернету проявившими какой-то интерес к вашим постам, может быть, в социальных сетях, или где-то вы какую-то информацию рассказали в гостях, может быть, кто-то рядом был и вдруг заинтересовался. Пожалуйста, вот всего два шага. Это убедиться в том, что человек полностью ваш, имеется в виду, он на вас внимание свое все уделяет, и выясните, в чем его лично потребность узнать о том, как сохранять и приумножать деньги. То есть, какие у него есть цели, личные цели, ради которых он как раз темой это интересуется. И вот когда эти два шага сделаны, вот тогда имеет смысл проводить презентацию. И сегодня идет об одном из колоссального количества потока информации, колоссального количества предложений на рынке, но вы будете сами определять для себя, интересное вам это предложение, выгодное, насколько оно для вас безопасное. Я представлю ту картину, которую в свое время я изучал для себя, и каким выводом пришел я. Безусловно, они могут быть неверные с вашей точки зрения, и я даже спорить с вами не буду, а просто предлагаю, не надо верить на слово, ищите те аргументы, которые позволят вам утвердиться, либо в том, что это неправда, либо в том, что это как раз правда, и не нужно терять времени, потому что в нашем сегодняшнем быстро текущем режиме жизни очень многое имеет значение, насколько быстро вы принимаете решение. Это примерно так же, как успел ты заскочить на поезд, который вот уже отходит от перона, или нет. И поэтому либо ты машешь ему и платочком утираешь глаза упущенные возможности, либо ты радуешься тому, что ты не стал мять никакие части тела, а сделал очень правильное и верное решение, и доволен теперь им, можешь внутри себя еще раз похвалить. Так вот, речь пойдет о финансово-промышленной группе компаний, которая занимается тем, что привлекает инвестиции в золото-добычу. И впоследствии расплачивается как раз инвесторами тем, что это золото-добыто продано, и таким образом инвестиции обеспечены, по сути, как раз золото-добычей. Нравится это или не нравится, мы с вами будем принимать решение самостоятельно. Однако имеет смысл обратить внимание, что уже из 36 стран мира, больше чем 9,5 тысяч людей, которые искали способы, как сохранить и приумножить денег, проголосовали за GMT Incorporation. Это пока еще даже не аргумент. Это просто, скорее, статистика текущая. Она постоянно меняется, меняется в сторону увеличения. И опять же, вы это тоже сможете увидеть в своих кабинетах, пообщавшись с теми людьми, которые зашли, может быть, уже даже больше, чем 2 года назад. Что для меня, например, как для человека, который так или иначе занимается консультированием, предпринимателей, бизнесменов, имело значение? Любой бизнес, он всегда решает для себя три задачи. Причем, неважно, он только стартовал или он уже давно на рынке и развивается активно и мощно. Эти три задачи перед ним все время встают в полный рост. Первое. Он должен продавать продукт на рынок, который имеет спрос. То есть, сам продукт должен пользоваться спросом. Неважно, это товар, услуга. Второй момент. Рынок желательно должен быть растущий. Имеется в виду, что не какое-то ограниченное количество людей или юридических лиц пользуется этим товаром. А желательно, чтобы это постоянное количество росло. Второй момент, что нужно понимать, ну, точнее, третий момент. Нужно понимать, где взять деньги на вот как раз этот момент развития. Ведь любая компания, если она будет продавать каждый день, там, не знаю, по тысяче единиц продукта, она, возможно, будет жить даже очень долго. Но она так и останется, то, что называется, нишевой компанией. То есть, она будет иметь какой-то свой узкий круг клиентов, которые, может быть, привыкли, только у них, как у этой компании, берут этот продукт и больше никому не идут. Но это очень опасно. Потому что на сегодняшний день постоянно появляются новые предложения. И в этих предложениях могут быть какие-то новинки, какие-то нюансы, которые заставят людей передумать. И вот уже не тысяча, а девятьсот, а вот уже восемьсот. И таким образом молодые голодные компании, которые вот вновь и вновь появляются на рынке, постепенно могут отъедать у этой компании, которая себя вроде как зарекомендовала давно. Вот эти позиции этих клиентов и компания потихонечку-потихонечку угасает. Итак, три момента. Продукт пользуется спросом. Рынок есть и он растет. И третий момент. Деньги постоянно, которые нужны для развития любого бизнеса, имеются в достаточном количестве. И их приток налажен постоянно. Все эти условия, они в этой компании организованы. Причем организованы так, что по сути вот эта группа компаний, они работают под одним зонтичным брендом. Gold Money Tech Corporation. Конечно, на самом деле у каждой из вот этих групп компаний есть собственное предназначение. Вот давайте посмотрим. Естественно, есть золотодобывающая компания, как центральная, которая осуществляет основную функцию золотодобычи. Но при этом, и она зарегистрирована в Гвинее. Почему в Гвинее? Мы об этом тоже чуть позже поговорим. А есть управляющий траст, который как раз помогает, а, привлекать новые инвестиции, и, б, управляет всеми как раз отношениями и частных, и юридических лиц между вот этой золотодобывающей компанией и между ними. То есть он является вот такой управляющей головой, которая и отношения все у нас выстраивает, и, самое главное, еще определяет, куда, когда и сколько денег поступить. Как внутрь компании, так и в виде дивидендов распределить инвесторам и партнерам. Ну и финансовые агенты, которые выполняют роль как раз бесперебойной, беспроблемной поставки денег. В обе стороны. Я думаю, что вы в современных условиях понимаете, что это не может быть одна какая-то компания. Ну, поскольку, что на сегодняшний день страны предпочитают воевать не пушками и минометами, дай бог, чтобы это так и дальше продолжалось, и вообще вышло из, не знаю, привычек вести военные действия с помощью оружия. Но придуманы другие способы, они ничуть не менее губительны для экономик стран. Это всяческие эмбарго, это всяческие санкции, это всяческие запреты. И на сегодняшний день Россия, кстати, одна из стран, которая на себе уже несколько лет испытывает вот это экономическое оружие. Ну, дай бог, чтобы мы не только привыкли, но и стали еще лучше развиваться, даже несмотря на какие-либо санкции. Так вот, эти финансовые агенты, они есть как в Европе, так и в Азии. И они как раз обеспечивают вот это постоянство, вот эту стабильность поступления денежных средств и внутрь компании, и из компании. Что касается прозрачности, что касается достоверности документов. Здесь я могу предложить только, и, кстати, вам рекомендую, что не нужно долго объяснять. Покажите скан копии или там PDF в формате файла собственных договоров с компанией, и покажите шаблоны. То есть вы с этими шаблонами можете ознакомиться внутри ваших рабочих кабинетов, в том случае, если вы принимаете решение купить какой-либо из пакетов. То есть у вас появляется доступ в личный рабочий кабинет. Об этом чуть позже. То есть что с этим кабинетом можно делать и ради чего он у нас остается. Там есть очень большой список документов, которые часто в других компаниях просто недоступен. То есть здесь есть и исследования участков, здесь есть и как добывается золото, а не только как документы оформления ваших отношений с компанией. И вот для меня, например, имеет значение. Часто приходится работать с компанией, которые могут быть несколько лет на рынке, и бывает даже такое, что поступает заказ, что ты консультант, ты же умеешь это делать, поэтому напиши нам миссию. То есть компания уже какой-то капитал сколотила, у нее есть свой собственный актив какой-то, может быть здание, может быть производство уже. То есть оно в принципе хорошо живет и создает миссию как раз для того, чтобы от них отвязались журналисты. Которые часто любят спрашивать, скажите, какая у вас миссия, какое у вас видение, какая стратегия. У основателей группы компаний GMT с этим все в порядке. То есть создавая компанию, они изначально закладывали простую, привлекательную, на мой взгляд, привлекательную миссию. Мы создаем лидирующую компанию по золотодобыче, используем инновационную инвестиционную модель для того, чтобы любой человек, имеющий еще 250 долларов, мог инвестировать и стать партнером в нашей компании и добывать золото вместе с нами. Тем самым сохранить и приумножить свои капиталы, свои активы. Все просто. Приходи к нам. У нас есть новая модель, которая позволяет обойти вот эти все преграды, все, ну, назовем это порог входа. Есть такое словосочетание в бизнесе, что определенные условия, которые не позволяют всем подряд, например, заниматься чем-то. В данном случае в добывающей промышленности, конкретно в золотодобыче, порог входа начинается примерно от 5 миллионов долларов. То есть, если у вас такой суммы нет, то вам будет сложно быть интересным в качестве партнера в стандартной среднестатистической золотодобычей компании. А GMT, они вот через как раз систему краудфандинга, о ней, вот мы сейчас упомянули, а чуть подробнее ее разберем, они как раз предлагают такую возможность практически любому человеку, который готов распорядиться суммой от 250 долларов. И в связи с этим создается определенная идеология, опирающаяся на несколько точек роста. Я их так для себя называю. То есть компании, с одной стороны, хочется, чтобы максимальное количество людей пришло к нам в компанию, чтобы быть вместе с нами партнерами развивающих компаний. С другой стороны, GMT, руководству GMT очень хочется, чтобы это были реально партнеры, то есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы компания развивалась. Заинтересованы в собственном развитии, в развитии собственных семей. И определенная корпоративная культура, она также компании присуща. И заключается она как раз в том, что в компании проводятся и вебинары, и обучающие мероприятия. О них я тоже в качестве аргумента расскажу. То есть компания старается, чтобы между словами и делом зазор был минимальный. Так вот, на что опирается компания? Она говорит, приходи, инвестируй и расскажи об этом. Расскажи о своем результате как можно большему количеству людей. И таким образом ты сможешь заработать дважды. Во-первых, получить дивиденды, во-вторых, получить как человек, который продвигает информацию на рынке о компании, о возможностях компании. И вот еще один момент очень важный, что за счет формирования как раз вот такой корпоративной культуры, направленной на грамотное управление инвестициями, желательно, чтобы люди, которые приходят в вашу команду, они понимали, зачем они и как они это делают. И это ложится на плечи, в том числе вас, как лидеров, которые приглашают других людей в этот бизнес. И формируется определенное направление движения. То есть, чтобы мы через тему золотодобычи постоянно наращивали ценность и стоимость компании. Это интересно всем. Потому что у компании далеко идущий план. Продуктом здесь является не только золото, а еще и инвестиционные пакеты. Но тем не менее, конечный продукт золота, он интересен был многие года, многие столетия. С тех пор, как человечество от ракушек и камушков и других предметов, которые использовались в качестве денег, перешло к тому, что золото было достаточно большой период времени, само как по себе, как металл, как слитки, как монеты золотые. Оно служило как раз для человечества, мерилом ценности, власти, как определенная ценность, причем стабильная ценность, которая многие годы не подвергалась сомнению. Да, если мы посмотрим короткие промежутки времени, в течение года, может быть, двух-трех лет, мы, конечно, видим взлеты и падения ценности золота. Если мы посмотрим более длительные промежутки, 50-100 лет, то мы можем заметить, что ценность золота все равно растет. И растет оно по нескольким причинам. С одной стороны, количество месторождений, оно, немножко, оно увеличивается. А вот, все-таки, количество добываемого золота, оно растет. А вот количество новых месторождений, не особенно. И все это говорит о том, что человечество понимает, что золото, оно конечно. И вот это еще больше увеличивает его стоимость. Ведь мы ценим, наверное, только то, что можем потерять, или то, что у нас кончается. Поэтому, чем меньше этого, тем больше мы это ценим. И если мы посмотрим на то, как ведут себя профессиональные инвесторы, инвесторы, которые вкладывают большие суммы для того, чтобы их сохранить и приумножить, то практически у всех вы увидите в их портфелях золото в разных пропорциях. Но, тем не менее, золото считается именно активом для стабилизации. То есть, есть такой термин, как финансовая гавань или тихая гавань вашего капитала. Поэтому, некоторые инвесторы говорят, о том, что, по сути, золото это классическая форма сохранения и приумножения капитала. Да, оно, может быть, не дает тысяч, как там, не знаю, новые инструменты в виде криптовалют, но и волатильность, то есть, скачки не такие уж большие, как у тех же криптовалют. Когда ты думаешь, что ты сегодня супер богат, а к вечеру ты понимаешь, что в твоих карманах там не просто дыра, а дырища. потому что, не знаю, ценность этого токена или монеты упала ниже плинтуса. А золото само по себе не только интересно финансовому рынку, холдингам, банкам, оно интересно в большей даже степени почти 50% золота используется в ювелирной промышленности, в промышленном производстве товара. То есть, золото само по себе как продукт, оно имеет ценность в разных отраслях и, соответственно, оно никогда не будет не востребовано. То есть, а кроме всего, оно еще и ликвидно, то есть, переводится в деньги и обратно. Для меня, например, очень важный момент, какая история у этой компании, у этого проекта и есть ли она и насколько она успешна. И если вы посмотрите публикации, поговорите с людьми, которые уже не первый год, а вместе с компанией GNT Incorporation, вы узнаете, что за это время уже реализовано три лота. Что у компании большие планы. Что планы эти начинались всего лишь навсего с собственных инвестиций в золото добычу и только после того, как первые разведки были удачные, были заключены договора о концессии о добыче золота, что все было в порядке, были предприняты успешные попытки по привлечению инвестиций извне, то есть частных инвестиций. И компания понимала, что вот такими, ну назовем это артельными золотодобычами, неинтересно привлекать большие инвестиции. Люди боятся, когда есть вот этот момент, что вот мы например собрали определенную сумму, предположим 5 миллионов, мы на эту сумму добыли, мы сверх этого добыли, на дивиденды нам хватило, но для того, чтобы добыть дальше, нужно следующий лот формировать. Вот для того, чтобы перейти вот от этой системы на систему, которая интересна большим инвесторам и для большого, практически неограниченного количества людей, был введен новый инструмент Gold Stable Asset, или вот как в компании его просто Asset называют, это инструмент, который представляет из себя, ну по сути, микродолю компании. И все, я чуть позже о нем расскажу. И все это для того, чтобы компания стала интересна на рынке, на открытом публичном размещении акций. То есть, вот IPO, к которому стремится компания, это публичное размещение акций на рынке, когда доступ к акциям компании будет иметь любой желающий. Так вот, был введен финансовый инструмент, который должен позволить компании как раз с одной стороны обеспечивать золотом, то есть, будущие акции, а с другой стороны позволит как раз нарастить стоимость активов в компании в целом и позволит быть интересным для больших инвесторов. То есть, компания подойдет к IPO уже, имея серьезные активы, серьезную стоимость. Я сегодня не буду останавливаться, мы это сделаем в следующий вторник о тех новостях, которые прозвучали вчера. То есть, они были для большинства новинкой, она была очень интересна, эта информация, но ее, как говорится, нужно переварить, переработать, и мы ее обязательно повторим, повторить мне помогут наши спикеры. И мы с вами еще раз вернемся к теме о том, что делает компания для того, чтобы еще больше увеличить активы, еще больше обезопасить их, и еще больше сделать диверсификацию по-русски. Это вот есть очень простая и понятная пословица, как сохранить все яйца. Не кладите их в одну корзину. Так и здесь, для того, чтобы нам увеличить наши возможности и сделать их еще более безопасными. и вводится вот эта новая программа по аккумулированию средств. То есть, здесь будут привлекаться уже такие инструменты, как работа с недвижимостью, создание собственных инструментов и разработка в новых перспективных направлениях. Но, вот она у нас центральная тема, она как была, есть, она и будет, это работа именно по добыче золота. И поиск, и постоянное расширение географии новых месторождений. То есть, вот это перспективы, которые для себя определяют на многие года вперед компания GMT. Подводя итог тому, что мы с вами уже обсудили, что компания уже третий год стабильной работы на международном инвестиционном рынке, ей доверяют уже больше, чем 9,5 тысяч инвесторов, больше, чем из 36 стран мира. Инвестиционные программы работают с марта 2017 года, выплата дивидендов идет, и вот он бизнес международный, законный, который представляет собой привлечение венчурного капитала, то есть капитала ориентированного на будущее прибыли, на основе модели микроинвестирования, золото-добычу. Почему же все-таки именно эта страна? Почему Гвинея? Дело в том, что есть для этого несколько отдельных аргументов, почему именно Гвинея. Во-первых, потому что те участки, которые выбраны для того, чтобы их прорабатывать, добывая золото, они содержат запасы как рассыпного, так и рудного золота. Что это значит? Есть более глубоко залегающая золотоносная порода и отдельные самородки, отдельные крупицы золота, которые лежат близко к поверхности. В среднем для рассыпного золота глубина от 0,5 до 5 метров. Это, кстати, по поводу того, как же так вы больше 100%, а то и под 200% ретабельности обещаете в год. А вот давайте посмотрим, за счет чего это достигается. То есть, во-первых, это достаточно малозатратный способ добычи, потому что есть для этого близкое расположение. Во-вторых, насыщенность пород золотом, что располагаются эти участки в золоторудном поясе Фолиме. И вот здесь на слайде вы как раз видите соседей. Именитые монстры, можно сказать, золотодобычи. То есть, они уже не первый год добывают золото в рядом располагающихся территориях и на сегодняшний день это уже превышает практически 20 тонн. Вот та значит, то золото, которое добыто с рядом лежащих участков. Логистика. Ну, а по-русски транспортная доставка. Как любое оборудование, материалов, людей, так и обратно уже добытого золота или какого-то грунта перевезенного. То есть, все это зависит от того, где и как это происходит. Ну, представьте, если так это гористая местность с какими-то сложными ландшафтными условиями. Здесь это равнина, здесь это близко располагающаяся к основным магистралям, поэтому это, опять же, снижает себестоимость добычи. Мы уже проговорили про то, что это располагается близко к поверхности и стоит упомянуть, естественно, о налогообложении. То есть, ни 30, ни 40, ни 60, ни 70 процентов государство забирает готово, а всего лишь до 5. То есть, в нашем случае это даже еще меньше, там разговор идет о 3,5 процентов. И вот представьте, да, то есть, если бы это было, например, 50 процентов налогов, это глубоко залегало, и нужно было много породы перерабатывать, срывать, увозить куда-то, это было бы в какой-то трудодаступности, местности эти участки располагались. Понятно, что таких бы дивидендов никто не мог получить. По-моему, это все достаточно понятно и логично, то, что такая высокая рентабельность у золотодобычи в случае именно этих участков. И вот, наконец, то, о чем мы так много упомянули уже не раз, инновационная модель. То есть, краудинвестинг, микрофинансирование, что когда мы малые суммы привлекаем от многих людей, таким образом мы как раз и группируем их в большие пулы, на которые можно делать серьезные вещи. То есть, здесь никакой фантастики нет. Здесь обычная модель, которая просто в золотодобыче в других добывающих компаниях редко используется. В данном случае компания GMT это первопроходцы золотодобычи. И, ко всему прочему, опять же, компания GMT, группа компаний GMT, кроме того, что они думают именно о привлечении инвестиций и приумножении их, в том числе используя другие инструменты, вот компания, как раз работающая в теме золотодобычи, она не является по сути банком сама-то по себе. И поэтому привлекаемые средства используются для развития именно этой отрасли. Поэтому компания сама решает, вот мы, к примеру, привлекли такую-то сумму, мы договорились с нашими инвесторами о таких-то дивидендах и о таком-то графике их выплаты, они согласны, нам это всем нравится и мы живем совершенно хорошо и друг другу рады. И вот, а как вы можете, кроме того, что вы как инвесторы, как вы можете в этой компании заработать. Два вида доходов. Инвестиционные, которые мы в большей степени уже раскрыли, рассказали, и маркетинговые. Но так как у нас время ограничено, я просто хочу сказать, что маркетинговая система, да, может быть, на какое-то время нужно для того, чтобы разобраться, в ней научиться рассчитывать будущие дивиденды, научиться рассчитывать будущие вознаграждения, в том случае, если вы принимаете решение за счет маркетинговой системы также зарабатывать и привлекать, приглашать людей. Это помогут вам сделать ваши спонсоры, ваши наставники, если вы впервые слушаете этот вебинар. В дальнейшем мы будем стараться, кроме общей презентации, которую я делаю сейчас, включать обязательно элементы о напоминании о том, как работать с маркетинговой программой, каким образом вы можете делать эти расчеты. На сегодняшний день на этом слайде вы видите, что совершенно разные люди по своей платежеспособности и доходу могут позволить себе участвовать в компании. Посмотрите, какой ассортимент пакетов. От 250 до разбег на любой вкус и кошелек. Естественно, у каждого пакета есть свои преимущества и ограничения. Но даже если у вас есть 250 долларов, вы уже можете начать работать. И опять же, за счет того, что вы, например, у вас талант организатора, у вас талант привлекать людей, и вы можете набрать уже за счет того, что вы заработаете именно как маркетинговый агент, деньги снова уже вложить из тех денег, которые вы заработаете. То есть купить еще пакет, который вам даст возможность получать большие проценты. Естественно, чем больше стоимость пакета, который вы приобретаете, тем больше процент, который вы будете получать. Но в компании, еще раз подчеркиваю, акцент делается не просто на продаже, просто давайте всех загоним сейчас в компанию, соберем со всех деньги. компания как раз посмотрите на маркетинговый план и вы сами увидите, что компания рассчитывает на то, что люди приходят серьезно и надолго и до седьмого уровня, конечно, в зависимости от пакета, который вы приобрели, до седьмого уровня у вас есть возможность получать вознаграждение. То есть компания, еще раз говорю, между словом и делом делает минимальные зазоры. То есть она говорит следующее, уважаемые коллеги, мы вас любим и уважаем всех. Больше всех уважаем и любим тех, кто стремится работать со своей структурой в глубину. То есть заботится о том, чтобы его команды развивались не только там на первом, втором уровне, а максимально глубоко. И за это мы готовы вас вознаграждать щедро, даже очень щедро, я бы сказал. И вот этот кабинет, о котором мы уже упомянули, где я говорил, что вы можете посмотреть сканы документов. Кроме этого, вы здесь можете увидеть все, что происходит с вашей структурой, то есть вот тот маркетинговый план, он разнесен и на финансы, и на пакеты, и на структуру личную и общую, которую вы видите, и куда вы хотите поставить человека, вы также можете определять с помощью этого личного кабинета. Он просто удобен и интуитивно понятен. И, наверное, всего этого бы не было, если бы не было грамотной команды управленцев, основателей компании, которые привлекли специалистов, экспертов, позволивших создать целостную команду из двух модулей, маркетингового и производственного. и мы с вами увидели, как работает на каких принципах маркетинговой программы, как вы можете влиться в эту команду. И еще раз повторяю, вот уже двенадцатый аргумент, основатели компаний очень тщательно соблюдают как раз момент, что нельзя развиваться, не обучаясь. Нельзя развиваться, если мы не общаемся и не встречаемся, что называется глаза в глаза. И первый международный форум GNT Incorporation, который состоялся в прошлом году, ну, получается, в этом году, в январе, просто в самом начале, и планируемый в следующем январе еще один форум в Дубае, то здесь вы видите на фотографиях как раз людей, которые приехали на первый форум, и они не только учились, у них была возможность неформальной обстановки, пообщаться, посмотреть друг на друга, перенять опыт, и вот это все на фоне и интенсивного общения для дела, и радости, эмоций, общения после всех мероприятий. Напоминаю о том, что продолжается промоушен, и вы можете по-прежнему успеть, приобретя пакет Dubai Pack с 5 сентября по 9 ноября, и второе условие вы можете выполнить через оборот первой линии 20 тысяч CV за период промоушена, достичь квалификации, на слайде вы видите условия, более подробно о всех этих условиях, о том, что вы можете сделать для того, чтобы встретиться с лидерами на втором международном форуме в Дубае, опять же предлагаю задать вопросы вашим наставникам, вашим лидерам, если эти вопросы нуждаются в каком-то дополнительном разъяснении, или вы бы хотели получить какую-то консультацию непосредственно от основателей компании, от лидеров, вы можете ее задать, сейчас я в чат новую почту сброшу на адрес поддержки, который вы сейчас видите на экране. И как поется в одной российской песни, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. На сегодня наверное это все, вся информация, все новости, о более подробных новостях, о маркетинге, о новых пакетах, о новых программах, мы с вами поговорим в следующий вторник, мне в этом помогут наши уважаемые спикеры, сегодня я уже могу официально объявить, что руководство компании поддерживает инициативу о продолжении проведения конкурсов онлайн спикеров и совсем скоро вы услышите о том, что стартует новый набор на конкурс онлайн спикеров, поэтому можете начинать готовить ваши презентации в качестве заявки, чтобы их подать. если у вас есть вопросы, то предлагаю их задать вашим спонсорам, если сейчас у меня будет возможность, я отвечу прямо сейчас, если вы напишите сюда, но еще раз повторяю, у нас основные моменты про новые программы, связанные с недвижимостью, связанные с маркетинговым планом, будут освещаться в следующих наших встречах, поэтому в следующий вторник приглашаю вас в это же время в эту же комнату, напоминаю вам о замечательной возможности приглашать новичков на подобные мероприятия, где они могут послушать информацию не только от вас. это очень полезно, потому что люди видят, что они не одни в комнате, они видят о том, что людей много приходит, они видят, то есть они имеют возможность, послушав другого человека, задать вам какие-то другие вопросы, нежели без этого вебинара. И я вас благодарю, Алексей, благодарю, что несмотря на то, что многие из вас уже по не знаю, к какому разу слышали эту презентацию, тем не менее, принимают решение послушать ее еще раз. Я уверен, что это позволяет вам найти какие-то свои обороты, слова, и может быть найти некое дополнительное видение в тех аргументах, которые вы уже много раз произносили. Поэтому благодарю вас за внимание, благодарю за то, что вы были сегодня вместе со мной, и приглашаю вас на следующий вебинар, который состоится также во вторник, также в 19 часов по московскому времени, о чем мы обязательно анонс сделаем в наших чатах. Напоминаю о том, что социальные сети штука очень полезная, и вы можете привлечь людей практически без напряга, просто этот анонс перенеся, может быть, приложив к нему какую-то картинку, которая будет привлекать внимание, и таким образом получить практически без особых напряжений новых заинтересованных партнеров. Поэтому все вам хорошо, пусть энергия вас наполняет, пусть радость присутствует постоянно в каждом дне. Доброй охоты всем вам. Продолжение следует...